Любите Бога, смирением украшайте себя, не гонитесь со славой и богатством жизни временно. Ученики 8-х, 10-х и 11-х классов 6-го Одинцовского лицея оказались среди участников спектакля «Дорога к преподобному». Историческую новеллу представили на сцене актового зала окружной администрации. Наши дети приняли участие в таком уникальном проекте «Дорога к преподобному Сергию Радонежскому». Тем более с учетом того, что в нашей стране сейчас не нужно искать никаких национальных идей. Она на поверхности. Любовь к родине всегда на поверхности. И те исторические истоки, о которых мы сегодня посмотрим в спектакле, это будет, наверное, хорошим уроком истории для всех тех школьников, которые придут сегодня и посмотрят этот спектакль. С первых минут в зале воцарилась тишина. Все внимание было направлено на сцену. Спектакль «Дорога к преподобному» – это результат плодотворного взаимодействия окружного управления образования Одинцовской епархии и театра под руководством Натальи Бондаревой. Эти спектакли посвящены преподобному Сергию, но композиция построена так, что связана с современной молодежью. Как современная молодежь ищет то основание духовной жизни, которое положил преподобный Сергий и явил не только для своего времени, а для всех грядущих поколений. Сейчас вот такая работа, она нужна, нужна для каждого человека, чтобы, во-первых, он никогда не подал духом, чтобы всегда в сердце светила радость, добро. Действо происходит в наши дни. Современные школьники следуют в Троице Сергееву Лавру. По пути они узнают исторические факты о житии святого Сергея Радонежского. Во все времена преподобный Сергий никого не оставлял и неутешен. Обо всех молился и всем помогал. Это не случайно, мой дождь, по-другому. Не случайно. Оценить совместную работу профессиональных актеров и школьников пришли и депутаты-единорусы. Так хочется, чтобы как можно больше было именно таких правильных новелл, проектов о нашей истории, о великих людях. И тогда мы поймем по-настоящему, что русский народ – это великий народ. И мы всегда сможем за себя постоять. В наше время христиане во всем мире совершают паломничество к его мощам. Их частица 2 октября прибудет из Троицы Сергиевой Лавры в Георгиевский собор Одинцова. Ее встретит наш владыка, преосвященнейший владыка Фома, епископ Одинцовский, и совершит божественную литургию ночную. Храм будет, Георгиевский собор, открыт всю ночь. И затем весь день 3 октября в храме будут совершаться службы. И все смогут прийти и приложиться к честным мощам преподобного отца нашего Сергия. Елена Краевов, Рит Хайрединов, телекомпания Одинцова. Елена Краевов, Рит Хайрединов, телекомпания Одинцова.